Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Итак, поехали. Как называлась в СССР форма привлечения рабочих в столицу? В 50-80-х годах существовало такое понятие, как лимит прописки. Это форма привлечения неквалифицированной рабочей силы в Москву и другие крупные города, где не хватало простых тружеников. Таких людей называли лимитчиками, они жили в заводских общежитиях, а через несколько лет многие получали постоянное жилье. Но со временем это слово утратило первоначальный смысл и стало оскорблением по отношению к приезжим. Куда доставлялась нефть по газопроводу дружба? Дружба – это крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Социалистические государства Совета экономической взаимопомощи, сокращенно СЭФ, расположенной в Восточной Европе. В каком году началась так называемая холодная война между США и СССР? Холодная война – это глобальный конфликт между СССР и США в период с 1946 года до конца 1980-х годов, который затронул практически все сферы народного хозяйства двух стран, а также повлиял на политические и экономические процессы в большинстве стран мира. А какое нарушение приписывали советским ночным бабочкам за занятие проституцией в 60-80-х годах? В СССР проституток до юра как бы и не существовало. И не существовало особой статьи именно за занятие проституцией. Вместо этого ночных бабочек привлекали за всяческие сопутствующие нарушения, вроде пьянства, шумного поведения, мелкого хулиганства и прочего такого. Облавы на проституток с последующим их привлечением по сопутствующим статьям проводили не только милиционеры, но и всяческие добровольные дружинники, комсомольские отряды и бригады содействия милиции. Нередко забавные сценки попадания проституток в милицию можно встретить в советском кино перестроечного времени. Почему указом Президиума Верховного Совета СССР 15 февраля 1947 года запретили браки между гражданами СССР и иностранцами. 15 февраля 1947 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Официально этот запрет объяснялся заботой о советских женщинах, о чем в указе говорилось так. Наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации. Но на самом деле хозяйству и промышленности СССР требовались огромные ресурсы для восстановления, и в первую очередь человеческие. Кого в советские годы могли назвать утюг? Шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в 1957 году в Москве, стал колыбелью фарцовки как широкомасштабного явления. Граждане, занимающиеся фарцовкой, назывались фарцовщиками. Другие названия – утюг, бомбилая, фарца, маклак, деловар, штальман. В конце 80-х по СССР прокатилась волна шахтерских забастовок. Шахтеры какого города начали бастовать первыми. 2 марта 1989 года в городе Воркута прошла первая забастовка шахтеров на шахте Северная, переросшая в Голодовку. В ней приняли участие 107 человек. 4 марта 1989 года в забой спустились еще 58 человек, поддержавших забастовку и отказавшихся подниматься на поверхность. Уже летом 1989 года в СССР в условиях проводимой в стране перестройки поднялась целая волна открытого многотысячного забастовочного движения шахтеров. Кто в основном рисовал все рубли для знака СССР? Иван Иванович Дубасов, советский художник и гравер. Главный художник госзнака, заслуженный деятель искусств РСФСР, разрабатывал эскизы и оригиналы многих советских денежных знаков, государственных наград и почтовых марок на протяжении нескольких десятилетий. И никакого советского политического деятеля носил город Мариуполь в 1948-1989 годах, входящий в состав УССР. 22 октября 1948 года постановлением Совета министров СССР городу Мариуполь было присвоено наименование Жданов в честь советского функционера Андрея Жданова. В январе 1989 года город вернул свое историческое название Мариуполь. Он стал первым в УССР, и одним из первых городов в СССР, который добился возвращения своего имени. Что в СССР означало слово «хилять»? В советские времена возник особый социальный диалект группы возраста 12 и 22 лет. Так, с помощью лексических особенностей речи молодежь противопоставляла себя не только старшему поколению, но и официальной системе. Для молодежной субкультуры сленг являлся способом самовыражения. Хилять на сленге, неспешно прогуливаться. Популярная шутка в СССР звучит так, «У нас три вида бананов – сушеные, зеленые». А какое слово третье? В СССР была популярна шутка. У нас три вида бананов – сушеные, зеленые и тряпичные. А тряпичными бананами назывались брюки, широкие в бедрах и узкие на щиколотках. Такие бананы были мечтой советской молодежи 80-х годов. А вот съедобные бананы в Советском Союзе впервые появились в 1938 году. Через несколько лет после знаменитой фразы Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселей». Правда, позволить себе купить бананы могли только жители Москвы и столиц союзных республик, в провинции о бананах даже не слышали. Поступали бананы в СССР недозрелыми, чтобы не испортились при транспортировке. Поэтому сразу после покупки их не ели, а заворачивали в бумагу и клали в темное место дозревать. Березка. А что стояло за этим названием в СССР? Березка. В СССР была официальным названием двойной фирменной сети розничных магазинов, реализовывавших товары и продукты питания за иностранную валюту иностранцам, и за сертификаты. Позже чеки в Ништаркбанка и в Нишпасылторга, советским загранработникам, дипломатическим, военным и техническим специалистам, в частности специалистам за рубежстроя и членам их семей. Что имела в виду советская молодежь, когда восхищенно говорила, вот это котлы. Первое упоминание о котлах, примененное к часам, датировано еще довоенным временем и вторую жизнь обрело после войны. Способствовало этому появлению трудовых лагерей на территории СССР и одновременный рассвет часовой промышленности. Ассоциировать часы с котлами стали именно первые освобожденные, общаясь между собой, в узких кругах. Но вскоре термином котлы стали пользоваться советские фарцовщики и это слово подхватило молодежь. Почему хрущевки строились пятиэтажными? Хрущевки представляли собой возводимые по типовым проектам многоквартирные дома в стиле функционализма. Высота подавляющего большинства хрущевок – 4 или 5 этажей. Это связано с тем, что 5 этажей – максимальная высота дома, в котором по строительным нормам не требуется лифт. Хрущевки могли иметь меньше этажей – 2 или 3, чаще они встречались в сельской местности, а также в небольших городах. Какая советская газета имела наибольшее количество страниц? Первой в стране толстой газетой стала «Литературная газета». Газета впервые вышла 22 апреля 1929 года на двух страницах, а в 1967 году ее размер увеличился до 16 страниц. Передовиков производства, которые переходили на отстающие участки и помогали им перевыполнить план. Движение передовиков производства, которые переходили на отстающие участки в целях внедрения передовых методов организации труда и достижения и невысоких показателей называлось «Гагановщина». Движение зародилось в 1958 году, инициатором его стала предельщица Вышневолосского хлопчатобумажного комбината Валентина Ивановна Гаганова. Вопрос на знание сленга советской молодежи, а если соседский мальчишка говорил вам, что шнурки в стакане, что он имел в виду? Если советский мальчишка говорил своему другу, что шнурки в стакане, то он имел в виду, что родители дома, и им все было понятно, а вот родителям, которые могли случайно услышать их разговор, нет. Сколько лет нужно было отработать по распределению после окончания института? Выпускники советских вузов обязаны были отработать по распределению 3 года, только после этого можно было менять место работы. Для выпускников, прошедших срочную службу в армии, время работы по распределению сокращалось на величину срока службы. Молодого специалиста нельзя было уволить без разрешения министерства. В какой отрасли советской промышленности возникло виноградовское движение? Виноградовское движение – это движение многостаночниц в текстильной промышленности. Оно названо в честь ткачих Евдокии и Марии Виноградовых, которые в 1935 году поставили всесоюзный, а потом и мировой рекорд производительности труда. Они стали обслуживать 70, 100, 144, а затем 216 станков. Спустя три года ткачихи Виноградовы освоили участок в 284 станка. После этого на всех ткацких предприятиях начали переходить на сверхуплотнение. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа, отгадайте по советским достопримечательностям название города в данном коротком сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.